голоден как тираннозавр глеб за 340 рублей такая порция ну конечно похоже как на картинке но мы знаем что картинка отличается здорово с вами глеб ерошков точнее холодный глеб ерошков и ты на канале питерский ест сегодня мы на большой морской 27 в ресторане хали хинкали и я очень хочу в него попасть пойдем покажу что там есть собирался я сегодня попробовать итальянскую кухню мариос называется или марио которая находится на большой морской 9 прибегаю туда а там закрыто вот и пришлось супер быстро искать вариант вот мы сейчас в хали хинкали это второе место у меня было вчера по опросу в телеграме типа грузинская итальянская кухня они набрали равное количество голосов но вот в итоге все-таки победила грузинская кухня мы пришли сейчас у нас 1558 было 1530 наверное то есть но мы пришли сюда здесь уже была полная посадка хотя это не обеденное время посадка якобы полная да потому что хостес девушка нам сказала что сразу же типа вы бронировали да ну конечно же не конечно же нет место уже подушатанное прям чувствуется что здесь было миллиард людей то касательно соответственно меню до меню у нас тоже потрепанное но достаточно свежий и вот максимум на него проливали вино я часто говорю о том что в грузины любят но общая грузинская кухня любят сделать вот такие толстые менюшки сегодня она не такая здесь достаточно все просто юра сейчас вот покажет давай полистаем достаточно слюнки потекли по меню здесь на самом деле очень все хорошо по ценнику я вот допустим все салаты до 400 рублей но почти все конечно типа цезарь по восточному до адаптация такая типа цезаря и вообще у них тут на самом деле много всяких таких названий по восточному хотя просто добавляют сыру сулугуни и все вот все остальное типа салат с бужининой картофелем пай там 390 рублей салат с томатом и красным луком 360 то есть по салатам вообще хороший ценник одна хинкалька стоит 85 рублей очень хорошо очень хорошо я взял хачапургер 490 рублей 340 грамм сказали что это должно быть что-то прикольно попробуем нигде не видел хочу бургера вот здесь впервые встречаю взял суп харчо и попросил туда сухой аджики прям поболее так чтобы прям поесть ну и конечно же взял хинкали взял долму у меня просили взять какое-то горячее блюдо а его кстати как всегда нельзя вот но ничего страшного я обещаю следующий раз когда я пойду в грузинскую грузинский ресторан я возьму и вот так же здесь есть чайная карта и вот такая да чай средний ну конечно нему нельзя сказать о среднем чае нельзя сказать какую-то определенную цену но вот мы взяли за 570 рублей литровый чайник зеленого чая вот такое также здесь есть барная винная карта опять же здесь есть все как грузинского ресторане и водки и чачи и вина и пиво то есть все что тебе хочется пожалуйста приходи забирай вообще вот я вот например не очень любитель домашних вин грузинских потому что после него всегда изжога после грузинского домашнего вина а это значит что скорее всего вино плохое так как я на алкоголь только так реагирую если у меня изжога это плохой алкоголь пока показывает мне моя практика ну что будем ждать вкусную еду хали хинкали поехали я хочу сказать о том что ну все помнят ну точнее кто смотрит меня и кто находится в телеграме знаю что я чуть-чуть худею и последний раз я ел 26 часов назад и мне хочется понять насколько мои вкусовые рецепторы ярко почувствуют еду которую принесут короче будут тестить классический чайник для грузинской кухни для грузинского ресторана точнее юре обязательно обязательно мне обязательно юра кроме чая на выпусках не пьет точнее ничего не ест вот поэтому чаек всегда в тему классический зеленый в классической посуде ждем появление здесь наконец-таки уже еды потому что я голоден как тиранозавр глеб с тираглебозавр хлебозавр хлебозавод хлебила пишите да как можно мне назвать когда я голодным да и вообще как мне можно назвать друзья на мунице салат грузинский со специями 340 рублей ну я конечно ожидал по порции чуть больше потому что в этом плане все-таки грузины не жалеют продуктов но вот тут сильно много водянистые грузин прям реально вода хорошие томаты видимо к специям здесь немножко добавлена сметанка судя по ощущениям даже несмотря на то что я ел 26 часов назад я не могу сказать что этот салат крутой окей этому блюду можно поставить тройку но назвать его вкусным я бы не решился все-таки продукта конкретно огурцы ужасные вот поэтому ему мы ставим твердую тройку и дорого и невкусно во первых хочется сказать о том что здесь есть инструкция потому как есть хинкали второе здесь есть меточки какую хинкальку ты ешь то есть без надреза сверху это свинина говядина классическая с одним надрезом это баранье говядина и получается 4 это мраморная говядина с обычной говядиной но давайте начнем свинина говядина много сока я бы не сказал что фарш какой-то идеальный мне сказали что здесь будет острота но остроты я не чувствую вообще никакой так ладно пробуем баранье на говядину вот это вкуснее причем барашек здесь чувствуется отчетливо очень много бульона и достаточно нормальное количество фарша вот баранье на говядина очень вкусно а вот первая пока троечка баранье на говядину можно поставить пятерку сочно вкусно и тесто кайфовое третий вариант инкали это у нас мраморная говядина очень интересно попробовать как она отличается ну ладно не совсем понятно можно ли мраморную говядину отличить от обычной говядины фарша просто она нежнее как будто бы в отличие от всех остальных здесь везде очень много сока это круто хорошее тесто и по стоимости 85 рублей за штуку я считаю что для хинкали она конечно не супер большая но достаточно хорошо выглядит ну такая средняя типа хинкалька мне нравится закончил я с хинкальками хочется сказать о том что из баранины и говядины просто шик с мраморной говядины хорошо а вот свинина говядина но стрёмненький у них такой привкус какой-то странный похожий на большое количество специи внутри вот поэтому баранина говядина 5 плюс говядина пятерка и вот тройку наверное у нас получит свинина говядина но вообще тесто хорошее количество начинки нормально ну вот какой-то присутствует все-таки в говядиной свинине привкус слишком много специй может быть этим что-то прикрывали хотя здесь такие обороты что я думаю испортится здесь ничего не может следующая позиция суп харчо 390 рублей я попросил поострее сейчас мы поймем насколько это действительно остро пробуем остроту вот по остроте это очень хорошо не зря попросил добавить бульон такой насыщенный наваристый говяжий мясо без всяких жилок что очень приятно чистое хорошее вкусное мясо бульон отражение всех специй мира ты ешь и понимаешь что здесь использовали большое количество грузинских специй это вкусно если бы если бы это было погорячее так чтобы плохо становилось на вату вот но вообще суп однозначно 5 это вкусно это достойно по количеству мяса это достойно по порции ну рекомендую и так вынесли нам долму баранина говядина 490 рублей достаточно много раз два три 4 5 6 7 штук давайте пробовать сначала без соуса боится это очень хорошо здесь небольшое украшение видео петрушечки и граната сама вот такая плюшечка достаточно большая а какая давайте с соусом попробуем окунули вот так окунули и идеально соусом это вкуснее 5 раз клёво да у меня пятерочка вкусно сытно много но хотя с другой стороны 490 рублей не знаю для семи штук но здесь баранина баранина говядина это дорогое мясо поэтому мне нравится вкусно хорошо вынесли нам хочу пургер самая долгая позиция которую несли попросил я двоих нам с юра его поделить разрезе какое какой разрезе к шикарно вообще конечно если взять его о ну это вот такая вот сырное я понимаю тесто и сверху сырочек внутри говядина дай пробуй пусть это необычно и достаточно вкусно почему необычно обычный бургер ешь носок потек и сверху не такая твердая корочка здесь прям такая сырная приятная вкусная твердая корочка 490 рублей но того стоит ну реально во первых как позиция которая нету везде а во вторых как позиция которая по вкусу такой знаете подгоревший немножко сыр тесто и мясо с овощами шикарно говядина баранина у них вообще шикарная проблем у них с этим нет вот это мясо котлета сочная сверху внутри котлета и сверху этой котлеты внутри сырочек который добавляет также сочности ну короче вот этому блюду можно поставить пятерку классная как это хорошая корочка вкусный сыр где вообще блюдо вкусно ягода заказал булочку шу две штуки 140 рублей штучка единственное что я уже вот одну из них порезал на двоих нам с юрой вот это с ванилью достаточно достойно единственное что видимо она уже постояла какое-то время в холодильнике потому что тесто чуть-чуть отдает водой вот она как это оцаревшая немножко вообще хорошо шоколадная булочка точнее булочка шу шоколадная менее вкусная но здесь именно из-за шоколада вот но тоже хорошо поэтому десерту четверку четверку нам вынесли счете курс такой корзинки общий счет 2 815 на самом деле то количество еды которые заказал очень много но потому что я попробовал всего по чуть-чуть и всего лишь 2 815 мы оставим чаевые официантов вот так выглядит чек переходим к рейтингу глеба ерошко номер один эта атмосфера что хочется сказать здесь достаточно адекватная музыка она не громко не напрягающая второе достаточно ушатанный ресторан об этом тоже хочется сказать потому что и столы видно пошарпаны и есть дужки на которых мы сидим тоже уже подубитые но когда открывали это ресторан видимо качественные материалы использовали потому что они хоть и точнее их назовем ретро такие да немножечко ретро вот поэтому по атмосфере ну наверное хочется сказать ну опять же персонал до снующий постоянно здесь народу много не персонал улетает прыгает бегает это и хорошо и не очень потому что мы находимся в такой типа проходной зоне и у нас постоянно кто-то куда-то ходит поэтому по атмосфере я ставлю твердую четверку номер два транспортная доступность это большая морская улица здесь редко можно поставить машину даже вечером хоть вечером хоть утром хоть днем редко здесь можно поставить нормальную машину но платная парковка 100 рублей поэтому за парковку я здесь поставлю тройку потому что все-таки трудности возникают мне пришлось четыре круга сделать для того чтобы найти место номер три еда ну как я уже говорил да есть позиции вкусные вот салат вообще никакой ему просто трояк жирный такой кинкальки все хорошо кроме вот свинина говядина супер крутой хачапургер неплохие десерты булочки шу супец просто шикарно поэтому по еде общую оценку я поставлю 4 сюда можно идти соотношение цена-качество вполне себе адекватное номер четыре это обслуживание слушайте по обслуживанию вообще у нас парень иосиф вот очень приятный подсказал по каким-то моментам он потому что хочу фургеру не быстро все убирал быстро все приносил мне понравилось поэтому обязательно ставим иосифу чаевые так что за обслуживание 5 ну и последний момент это цены по ценам хочу сказать ребят ну идите сюда ну идите но действительно по цене на одного человека чтобы перекусить я думаю в тысячу там полторы уложитесь да а прийти сюда например с женой с другом с подругой да с кем угодно с мамульчика родной вы можете совершенно спокойно за 3000 рублей на 3000 мы конечно не пили алкогольные напитки но 3500 ладно там 4000 от души посидеть просто надо понимать слушайте меня и знаете какие позиции нужно выбирать с вами был глеб юрошков сегодня мне было очень холодно мы с вами на связи в telegram увидимся в следующих выпусках друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии даже если они плохие увидимся в следующих выпусках пока моя любимая рубрика послевкусие последний раз я снимал алкогольный выпуск кафе бакунин и вот какие у меня ощущения после потрясающее пиво хорошая атмосфера не хватает света совершенно просто но реально это единственный некомфортный момент по еде хотели сделать что-то интересное с точки зрения кухни и в названиях у них это получилось вот по вкусу конечно нужно было чуть больше этому уделить времени потому что там нужно доводить до пиливать и я понимаю что не хочется держать большую кухню с большим количеством персонала пойму все-таки это кафе бар больше за пиво нежели за кухню но такое хорошее начало такое приятное меню но осадок после поедания этого меню такой не очень хорош поэтому пиво да и да если очень сильно хочется тогда тоже да в остальном нет четверка кафе бакунин пока